Всем привет! Меня зовут Оксана. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поговорить с вами про тренды в макияже весна-лето 2022 года. Что нам принесли модные дома на своих мировых показах весеннелетних, на своих коллекциях, на что они делали упор. Много-много интересных всяких ярких акцентов и в макияже, и в волосах, и в аксессуарах. Все достаточно так неординарно, необычно, очень ярко и запоминающееся, я вам скажу. Я по этому поводу даже достала свою старую, но, судя по всему, опять модную джинсовку. И еще, конечно же, будем делать макияж по этим трендам. И пока я буду краситься, вы обязательно переходите в комментарии и напишите, что вам из этих трендов понравилось больше всего, а что категорически не понравилось. Поехали! А начну я с волос, потому что мои любимые волосы назад, это уже анти-тренд, и это уже не модно, как минимум нужно их вынести наперед. Еще очень модно в этом сезоне влажный эффект волос и прямые волосы. И с этим влажным эффектом волос очень модно делать пробор посередине или сбоку. Но не забывайте, что пробор посередине визуально расширяет лицо. Я буду делать пробор сбоку, он визуально сужает лицо. Еще очень модно в этом сезоне небрежные прически, небрежные укладки. А-ля, я такая проснулась красивая, вот так вот все. Но у меня так не получается, потому что у меня очень прямые волосы. Так, я остановлюсь на проборе. Еще в этом сезоне очень актуальны разнообразные афрокосы, косички, плетения. Очень здорово возвращаются всякие бусины, которые вплетают волосы. Еще ленты, шнурки, заколки всякие цветные, очень всякие такие интересные штуки. Это очень здорово, очень ярко. И не скажу, что это необычно, это мы уже все видели. Но все-таки это достаточно интересно. Так, я остановилась на проборе сбоку. Да, и наверное я его вот здесь как-то уберу, чтобы он мне не мешал. А еще забыла, что еще добавили в своих модных показах. Это косынка. Косынка в плане как бандана. Вот, то есть косынку носить как бандан. Ну, сейчас я достала, тут у меня тоже есть. Ой, лычи, лы, ныки, усы. Или вот так вот. Ой, мальчик, учащая, учащая, учащая. Да, это не мое. Еще среди причесок очень актуальны будут разнообразные пучки. И как раз таки вот этой банданой можно этот пучок обкрутить. Это тоже смотрится очень интересно. Переходим к макияжу. И если говорить насчет кожи, то здесь в тренде максимальная естественность. Макияж без макияжа. Вот так вот. То есть мы макияж все равно делаем. Мы тонируем лицо. Но это нужно делать так, чтобы практически этого было не видно. Да? Потому что даже если на некоторых показах кажется, что модель идет без макияжа, то это только кажется. Модель все равно идет с макияжем, но он у нее максимально естественный. Нужно скрыть все абсолютно, чтобы была максимально идеальная кожа. Я возьму серум флюид от Бобби Браун. Но он мне сейчас будет немножко желтоватый. И я добавлю чуть-чуть Миша. Размешаю вот так вот на руке. И совсем тоненьким слоем. Если говорить насчет контурирования, то я такого не заметила. В акценте сейчас только румяна будут. Еще к слову, к макияжу кожи. Сейчас такое межсезонье и кожа шелушится. В таких случаях, конечно, лучше всего наносить тональный с помощью бьюти-блендера. Притаптывающего вот такими движениями. Тогда вы чешуйки вот эти приклеиваете к коже. А если наносить кистью, вы их поднимаете и еще максимально подчеркиваете. И как я уже сказала, что как такового скульптурирования лица я не вижу на моделях, то давайте сразу перейдем к румянам. Я возьму румяна в таком розовом холодном оттенке. Это румяна от Riloui. Кстати, они есть в моей подборке про румяна. Ссылочку оставлю вот здесь. Обязательно переходите. Там очень классные румяна в подборке. А сейчас мы будем делать румяна. И они не просто румяна, как на щечках, чтобы немножко освежить лицо. В этом тренде румяна используется максимально по всему лицу. То есть на щеки, на скулы. То есть как бы румяными делается скульптурирование. Румяна наносится на глаза, на виски и еще немножко на лоб. То есть так достаточно интенсивно. Вот приблизительно по такой схеме и должны наноситься румяна. Нужно их хорошенечко растушевать. Втушевать в кожу. И заодно получается такой лифтинг эффект. Вот две параллельных линии, грубо говоря. Но это не линии, это растушевочные такие детали. А брови у нас в тренде без всяких четких линий. То есть максимально естественные и натуральные. Даже обесцвеченные брови будут в тренде. Я не знаю, насколько это приживется в народе. Но на мой вкус это выглядит максимально странно. Как только может выглядеть лицо без бровей. И тем не менее я возьму немножко более светлый гель для бровей. От Vivienne Sabo в 0,2 оттенке. И попробую сделать брови посветлее. Еще Vivienne Sabo обновили. Не обновили, а не перезапустили. И внедрили в постоянную линейку. Вот этот фломастер для бровей. Который из желтой вот этой серии. Желтой линейки Le Fleur, кажется, называется. Да, в общем, они его выпустили. И теперь он будет постоянно в продаже. Не в лимитке только, а вот в такой вот красивой золотой упаковочке. И сейчас я немножко заполню себе волоски. Раз уж у нас тут нельзя помадки и карандаши. Теперь давайте перейдем к макияжу глаз, потому что здесь у нас с вами много всего очень интересного, неординарного, необычного. Модные будут неоновые тени и неоновые стрелки. Лиловые оттенки теней и золотые веки. Это все очень будет стильно в этом сезоне. Наносить можно как угодно и аккуратно, и произвольными какими-то мазками. В общем, куда попадете, там будет красиво. Еще цветная тушь в цвет теней как раз таки в этом сезоне писк. И я сегодня тоже сделаю, наверное, на нижнем веке, потому что акцент на нижнее века тоже в этом сезоне актуален как никогда. Еще у нас нереальные какие-то блестки на лице, глиттер. Но это все можно отнести к вечернему макияжу, почему бы и нет. И еще плюс к вечернему макияжу очень актуально яркие оттенки теней с блестками, с глиттерами в цвет платья, в цвет одежды. А еще в этом году дом Шанель очень сильно всех удивили макияжами на своих моделях, потому что они были достаточно такие неординарные. И даже некоторые заговорили о намеке на домашнее насилие, на вот эту тему. Потому что ихний смокий айс напоминал просто синяк под глазом. Ну, то ли они хотели хайпануть, то ли они хотели просто выделиться как-то в этом плане. Ну, не знаю, мне кажется, им внимания и так немало, поэтому, ну, такое вот получилось. То ли задумка, то ли случайность, нам этого не понять. И раз мы уже заговорили про лавандовые оттенки, то я возьму палетку лавандовый бриз от Catrice. Но на самом деле от лаванды здесь только на самом деле бриз, потому что долетело аж два фиолетовых оттенка. Но мне этого хватит, потому что я на верхнее веко возьму золотой оттенок. Это будет сияющий оттенок, он такой достаточно неплохой. Так, и для растушевки я возьму какой-то вот, допустим, вот этих два оттенка смешаю. Можно будет еще поставить акцент вот этим серебряным оттенком на центр века, чтобы он еще дополнительно бликовал. А на нижнее веко я нанесу лавандовый оттенок, будет такой носибельный макияж, но трендовый. Ух, как он насыпается. Слушайте, а мне нравится, свежо так очень. Насчет губ, писк сезона в этом году, это глянцевые губы. Доставайте свои блески для губ и начинаем краситься. У меня есть прозрачный блеск для губ от Essence, но я его не очень люблю, потому что он очень липкий, чересчур липкий. Но очень вкусно пахнет. Есть у меня еще вот такой прозрачный блеск для губ, но он с розовым шиммером. Он тоже очень классный. Это четверкая лимитка от Tarte. И еще последняя моя покупка из блесков, это Bourjois Gloss. Мне он понравился тем, что это какая-то обновленная формула и менее липкая, чем предыдущие. И здесь 4 оттенка, если я не ошибаюсь, и есть еще очень красивый прозрачный с шикарными просто разноцветными блестками. Они нереально красиво переливаются на солнце. Просто бомба. Но я взяла цветной оттенок, он такой пыльно-розовый. Сейчас я немножко его нанесу. Здесь тоже есть блестки. И хочу нанести вот этот Tarte. Но он такой больше полупрозрачный, а этот уже оттеняет. Вот так вот и сделаем. И еще, конечно же, не могут быть ни в тренде красные губы, но здесь есть рекомендация. Если вы хотите красить губы красной помадой, то лучше будет в этом сезоне сделать максимально чистый макияж. То есть макияж без макияжа, да, и красные губы. Мне этот тренд очень нравится. Это очень красиво выглядит и сексуально. В общем, напишите, пожалуйста, что из этих трендов вам понравилось. Надеюсь, такой формат видео вам понравился. Обязательно дайте мне знать об этом в комментариях, так это или нет. И, конечно же, не забывайте про свою активность. Поддержите меня пальчиком вверх. Это ваше спасибо за мои старания. И, конечно же, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Не забывайте про колокольчик. Он напоминает о выходе новых видео. Я, как всегда, благодарна за внимание. Желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Пока-пока!